МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Инфляция человечности". Будущее, в котором нет общей боли и трагедии, наступило. От страшного теракта в Кроку Сити Холли нас отделяют всего несколько дней. Полных скорби, слез и боли. Миг, когда многие лишились близких, родных, любимых людей, навсегда останется в памяти тех, кому посчастливилось выжить. -"Мне уже ничем не помнишь". -"Дочь? Дочь пошла на концерт? -"Да". -"И дальше с ней была связь, нет? -"Нет". -"Ты закрываешь глаза, ты это видишь. Ты остаешься одна, ты это слышишь". Два часа ада, в которых уместились подлинные геройства отдельных личностей, благодаря которым были спасены множество жизней, и бесчеловечная, чудовищная жестокость убийц, террористов. Кровавая метка на и без того полной трагедии истории союзного государства. -"Они не кричали, они не говорили там всем лежать у бьем и прочее. То есть они просто шли и молча всех расстреливали". Нападавшие пойманы и задержаны. Их ждет суровое наказание. Но разве это вернет погибших? Вернет сыновей, дочерей, жен, мужей, братьев и сестер их близких? Что мы знаем о тех, кто непосредственно участвовал в теракте в Крокус-Сити-Холле? Все четверо граждане Таджикистана. Одному из них, Далерджону Мерзоеву, 32 года. Он отец четверых несовершеннолетних детей. Второй, 30-летний Мурадали Рачебализада. У него незаконченное среднее образование, женатый, у него есть ребенок. Третий, 25-летний Шамсиддин Фаридуни. Самому молодому террористу 19 лет. Его зовут Мухаммад Сабир Файзов. Известно, что несколько лет он жил в Ивановской области и в последнее время работал там стилистом в барбершопе, откуда недавно уволился из-за низкой зарплаты. У каждого из этих преступников есть родные. Каково это всю оставшуюся жизнь прятать в глаза от людей и понимать, что плоть от твоей плоти чудовище, для которого пожизненный срок – слишком малое наказание? Смотришь видео, сразу накрывает, да. Я приехал забирать машину, соответственно, в понедельник. Понятно, что ты приходишь к мемориалу, к стихийному, да, и накрывает. Кровавый путь преступников восстанавливают буквально пошагово. Их возят на съемные квартиры и хостелы, где они жили и прятали оружие. Возвращают на место трагедии к Кроку-Сити-Холуб, где они показывают, как заходили, как стреляли, находясь под психотропными препаратами, как поджигали, убегали, как скидывали оружие на трассе за полторы сотни километров от границы с Украиной. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей, заказчиков и кураторов неизбежно настигнет карам. Как вы думаете, можно ли представить себе мир, в котором мучительная смерть почти двух сотен невинных людей вызовет у кого-то радость и злорадство? Можно ли вообразить себе общество, в котором страшная трагедия не вызовет отклика в душе, не заставит ее сжаться от скорби и боли? Можно. Потому что это именно тот мир и то общество, в котором мы с вами живем. Некая Надя, блогерша с огромной аудиторией, увидев кадры преступника с перебинтованным ухом, изумилась, озвутилась, стала на защиту террориста. Принялась защищать человека, который автоматными очередями расстреливал детей без сожалений и угрызений совести. А другой представитель Москвы во время теракта написал в своих соцсетях, что ему нравятся звуки выстрелов. Мужчина задержан. Французская журналистка Анни Ван во время интервью восхитилась успехом террористов. Если это сделали украинцы, то это мастерский ход. Я не утверждаю, что это они, но если это так, то это просто феноменально ошеломительный ход. Литовский нацист Валдас Барткевичус в Вильнюсе на мемориале жертвам трагедии в Крокус-Сити-Холле установил ведро с фекалиями и заявил, что все жертвы страшного теракта погибли заслуженно. Вот кто бы этому недочеловеку это ведро да на голову надел. А до чего показателен украинский флешмоб? В приложении для знакомств украинки, не скрываясь, пишут, что хотят познакомиться для совместного углумления над жертвами террористов и дальнейших атак на мирных россиян. Могут ли люди в здравом уме, не обделенные эмпатией и состраданием, писать и предлагать подобное? Нашлись. Возрастная стримерша из города грязи Липецкой области не просто объявила, что москвичей нужно уничтожать как можно больше, но и похвасталась, что ей за эти слова ничего не будет. Мало их убили, нужно было пол Москвы вырезать. В Гродно задержали человека, который глумился над погибшими в Крокусе и назвал их мясом. Им оказался анархист и сторонник оппозиции. Кто бы сомневался, что именно такие одаренные и составляют костяк. Змогаров, сбежавший во Францию артист Дмитрий Назаров, сосредоточившись на русофобских стихах малой формы, выдавил из себя вот такое обращение по поводу ужасных событий. Любим смерть. У нас до смерти голод. Спаси нас, Боже, Господи Есенин. Мы даже траур превращаем в повод благословления казни на Руси. Из кувшина может вытечь лишь то, что в нем было. То, что вытекает из многих людей на фоне беспримерного акта терроризма, поистине ужасает. А ценность человеческой жизни семимильными шагами стремится к нулю. О таком ли будущем мечтали наши родители? И такое ли будущее мы оставим своим детям? Мир, в котором под фотографии обугленного человека можно оставить улыбающийся смайлик и написать «Жареным запахло»? Нет. Такой свободы нам не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова